Да, 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 да! Как ни играть, куда ни пойти, Кто бы не встретился там на пути. Весело тем, кто мир познаёт, Смелее, котики, вперёд! Мяу! Котики, вперёд! Так, так, время спать, детки. Если бы мы были взрослыми, могли бы играть до ночи. Взрослыми быть лучше, чем детьми. Было бы здорово, если бы была бы машина, Которая меняет себя на кого-то другого. Эй, а почему бы нам не придумать сказку на ночь на эту тему? Да! И я уже знаю, как мы её назовём. Изменитель. Жил-был на свете изобретатель, Который мог создать что угодно. Например, машину... Которая будет щекотать тебя! Ха-ха-ха! Или которая... Ест за тебя овощи! Ха-ха-ха! Но его лучшим изобретением был изменитель, Который мог превратить тебя в кого ты хочешь. Да! Ха-ха! Готово! Теперь мне нужна пара подопытных кроликов. Мы можем быть ими! Или просто кроликами! Или муравьедами! Или ещё кем! Мяу-мяу, котики, вперёд! Привет! Мы будем подопытными кроликами! Но вообще мы хотим быть летучими мышами! Класс! Да! Они могут не спать всю ночь! И летают где захотят! Не вопрос! Наденьте это! Если вы решите, что вам не нравится быть мышами, Крикните «Изменитель!» И вы окажетесь снова здесь! Этого точно не случится! Готовы? Готовы! Ого! Мы летучие мыши! И мы правда летаем! Прямо посреди ночи! У-у-у! Мышки, обед! Очень вовремя! Я голодная! Я тоже! Вам повезло! Я сделала ваше любимое блюдо! Какое? Разные жучки! Что же ещё? Фу-у-у! Ну почему же фу? Летучие мыши любят жуков! Но уж нет! Изменитель! Что? Вам не понравилось? Летать – это прекрасно! Но есть жуков – кошмар! Что ж, может быть, хотите быть кем-то ещё? Как насчёт рыб? Да! Это будет очень круто – плавать под водой! Ну, рыба так рыбы! Готовы? Готовы! О, плавать даже лучше, чем летать! Этот пузырь похож на краба! А на что этот? На черепаху! А этот на что? Акула! Нет! Сзади! Что? Котя, сзади акула! А-а-а-а! Фу, ты воняешь! Я хочу быть дикобразом! Пожалуйста, дикобраз! Ау, ты колючий! Прости! Я хочу теперь быть змеёй! Хорошо, будешь змеёй! А-а-а! Я хочу быть тиранозавром! Топлива в изменителе хватит ещё лишь на одно превращение! Что бы вы ни выбрали, это изменит вас обоих навсегда! Тогда мы хотим быть котятами! Да, лучший выбор! Вот вы и котята! Итак, Котя и Катя снова стали котятами и оказались в их собственных кроватях! В их тёплых, мягких кроватях! Да! Уверены, что не хотите поменяться местами со мной? Я пойду спать, а вы можете не ложиться, а пойти стирать бельё и мыть посуду! Звучит, конечно, заманчиво! Но мы выбираем сны! А-а-а! Я не умею рисовать! Почему ты снова комкаешь рисунок? Это мусор! Мусор? Дай взглянуть! Это можно превратить в чудесный рисунок! Но Котя ищет совершенства! Совершенства? Что ж, я знаю хорошую историю! Послушаете? Конечно! Как называется? Самое лучшее! Хе-хе-хе! Давным-давно на планете Совершенства жил шеф-повар! У него была идеальная зелёная кожа и идеальный космический корабль! Он прилетел на Землю, чтобы найти идеальный обед и подать его на планете Совершенства! Но пришелец не знал, что же такое земная еда! Сначала он попробовал съесть... Лопату! И старый башмак! Грязный подгузник! Еда на этой планете ужасная! Он точно не найдет идеальное блюдо! Он даже не знает, как выглядит еда! Котя, а мы давай будем фермерами! И поможем ему собрать овощи для идеального блюда! Идеально! Мяу-мяу! Котики, вперед! Привет! Нужна помощь? Да, я должен сделать идеальный обед, но эта еда отвратительна! Это не еда! Тебе нужны вкуснейшие овощи! Точно! Что такое овощи? Пойдем, мы покажем! Вот это овощи! Ты можешь сделать превосходный суп из них! Идеально! Это называется морковь! Это очень вкусно! Не пойдет! А что не так? Видите, вот здесь точечка на кожице! Нельзя приготовить идеальное блюдо из неидеальных ингредиентов! А-а-а! Понятно! Смотри, брокколи! Не годится! Смотри, эта сторона зеленее этой! А-а-а! О-а-а! Ну да! Вам это нужно? Это? Нет! Не возражайте, если я их заберу! Они идеальные! Ха! Может, только для собирателя мусора! Смотри! Эта зеленая фасоль идеальна! Категорически нет! Стручки разной длины! У вас хоть что-то идеальное есть? Погоди! Вот это да! Что это? Это редиска! А-а-а! Эта редиска просто сплошной идеал! А-а-а! Теперь мы, наконец, сможем сделать идеальный овощной суп! Одна идеальная редиска и идеально кипящая вода! Приятного аппетита! А-а-а! А-а-а! По-моему, подгузник был вкуснее! М-м-м! Что это за запах? Ага! Да, тут полно места! Кто сделал этот суп? Я сделала! Из овощей, которые вы выбросили! Но они были не идеальными! Ну, на мой вкус, идеальные! Попробуй! Это-это-это идеально! Можно я возьму немного с собой на планету совершенства? Возьми всю кастрюлю! В огороде растет еще очень много идеальных овощей! Спасибо! Если я уйду прямо сейчас, я не попаду в пробку и как раз буду к обеду! Прощайте, земляне! Эта история была идеальной, дедушка! А посмотри, что я сделал с твоим рисунком! Идеально! Выглядит, как инопланетянин! Теперь и у меня есть мой собственный рисунок! Прекрасно, Котя! Только знаешь что? Нет! Что? Я рисовал космический корабль! Берегись! Вжух! Вжух! Эм... Котя? Я не Котя, а могущественный атомный Котик! 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 А может, используешь суперсилу, чтобы помочь навести порядок в саду? Атомный Котик чаще использует свои суперспособности, чтобы уничтожать вещи! Вроде этих злых граблей! Грабли! Готовьтесь испытать всю удивительную мощь... Атомного Котика! 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 Котик! Ого, а ты и впрямь проголодался И бочонок тоже, никогда такого раньше не видел На, я еще голоден Посмотрим, что еще он может съесть Я тоже хочу посмотреть И я хочу Тогда чего же мы ждем? Мяу-мяу, котики, вперед! Что дальше, козлик? Не знаю, но мне... Ох, хочется чего-нибудь пожевать Я голодный Угощайся Ничего себе! Потрясающе! Ну что, доволен? Вкусно, но я все еще голоден Что желаете, один шарик или два? Я возьму всю тележку Ну ничего себе! У-у-у! 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 Эй, посъешь мой бульдозер Хорошо! Козлик! Ах! Козлик! 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 О-о-о! Хе-хе! Ты намного круче, чем мой крутой бульдозер Спасибо! Спасибо! Жевать это мое призвание! И? Что ты съешь дальше? Я мог бы съесть весь город! Озлик! 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 Готово! Город съеден! Но я все еще не наелся! А может съешь мост? Да! Мост! 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 Это будет мой самый лучший обед! Мост, золотой козлик! Съешь наш мост! Съешь наш мост! Съешь наш мост! Эй! А куда ведет этот мост, козлик? Он ведет к полям, где мы выращиваем еду! Стой! Но если ты съешь мост, то вы все останетесь голодными! О! Не ешь наш мост! Тогда может мне пойти в поле и съесть всю еду? Нет! Но я должен жевать! Хотите, я съем камни? И правда вкусно! Ты можешь есть камни? Похоже на то! Ты думаешь о том же, о чем и я? Думаю, да! Козлик! Мы знаем, что тебе наверняка придется по вкусу! О! Ням! Я назову ее гора-козложор! Козлик! 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 К Я пытаюсь приготовить обед Но мы корни-котята Шутить наша работа Но вы ведь знаете секрет шуток кота Корни? Нет Значит, узнаете, как только я расскажу вам Очень смешную историю под названием Веселый секрет Однажды кот Корни готовил свой веселый номер Когда ему сообщили очень плохие новости Плохие новости, Корни Тимоша, Гоша и Тоша не смогут выступать Они заболели Нет, нет, нет Это не смешно Нам не найти никого, кто сможет заменить их в моем шоу Мы можем Мы корни-котята Мы готовы Мяу-мяу, котики, вперед! Ого, как вы быстро Так это не шутка Все по местам Что нужно делать? Просто выходите и садитесь за стол Шоу Не все? Ах да И ведите себя глупо Это и есть секрет твоих шуток? Нет Но не волнуйтесь Я расскажу вам секрет после шоу А сейчас пора начинать Эй, эй, эй Добро пожаловать в Корни КП Меня зовут Корни И сегодня я буду вас обслуживать Как насчет того, чтобы начать с рыбы? О, да Мы очень проголодались Сейчас исправим Эй, куда же они делись? Бон аппетит Только аппетит что-то пропал И у меня Второе блюдо уже на подходе Может, по стакану молока? Отлично Очень пить хочется Сейчас исправим Простите А где молоко? Нужно его немного подогреть Ваше молоко подано Что-то Питер исхотелось Да Мне тоже Желаете еще чего-нибудь? Эм, принесите счет, пожалуйста Скорее Спасибо Спасибо огромное Отличная работа, Корни Котята Вы были уморительны Спасибо От этих шуточек аппетит разыгрался Тогда присаживайтесь Пора поесть по-настоящему А на десерт я раскрою вам секрет веселья Сейчас Сейчас принесу ваш обед Весело, да? Эм, мы хотим есть Нам не до шуток Ладно, сейчас принесу торт Хотите вкуснятина? Хватит! Это не смешно! Но ведь вы смеялись раньше Это было во время выступления А во время обеда это не смешно Эй-эй-эй! Так вы уже знаете секрет моих шуток? Оу! Кажется, я понял Шутки – это весело Когда шутят вовремя Хотите мини-сэндвич? Умини! Прости, что шутили над тобой Это было не вовремя, мам Держи настоящий огурец И лимон Спасибо, котята Угощайтесь Приятного аппетита! Эй-эй! Попались Чем теперь займемся, котята? Я голосую за поспать Поспать? Но я хочу послушать сказку И я! Что ж, два голоса за сказку И один за поспать Значит, будет сказка А о чем она будет? О великане С тремя глазами Нет, с тремя головами Которые все время ругались Согласен И я знаю, как мы ее назовем Трое, которые в ссоре Однажды жил великан С тремя головами по имени Саша, Паша и Аркаша И они никак не могли Ни о чем договориться Давайте кататься на трицикле А я не хочу Я хочу подстричь ногти на ногах Но мы не хотим Ладно, тогда сделаем торт из спагетти Нет, я хочу ловить клубочки пыли языком А мы не хотим Хорошо, давайте посмотрим новости по ТВ А я не хочу Я хочу слушать новости по радио А мы не хотим И так как они не смогли договориться Как им слушать новости Великан так и не узнал Что из космоса к нему приближается проблема Гигантская проблема Метеорит сделан из... Капусты! Нет, мороженого! Вы оба правы Из капустного мороженого И он направляется прямо к его дому А он узнает про это, пока еще не поздно Нет, если ему никто не сообщит Мы ему расскажем Да И надо поторопиться Мяу-мяу, котики, вперед! Саша! Паша! Аркаша! А вы кто такие? Время не объяснять Смотрите! Метеорит летит прямо на ваш дом Бегите! Конец! 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 Дойте! Вы должны успокоиться И решить, что делать Что мы можем сделать? Вы можете подвинуть дом Да! Надо подвинуть! Я полностью согласен Нужно двигать! Ого! Мы все согласны! Дайте пять! Вы все согласны! Отлично! Подвинем на восток! К лесу вонючке! Что? Нет! На запад! К москитному озеру! Тогда мы останемся здесь! Я тоже! Послушай! Или послушайте! Послушай! Где? Нет времени ругаться! Смотрите! Мороженое! Ням! По-моему, это капуста! Нет! Это метеорит! Слушайте! Один голос за озеро И два голоса за лес вонючку! Похоже, лес вонючка победил! Нечестно! Я не согласен! Кто-нибудь хочет поменять решение? Ближайшие пару секунд! О! Мы можем ходить на озеро каждое лето! Да, Саша! Как раз к сезону москитов! Хм! Поторопитесь! Поторопитесь! Что ж, ладно! Раз мы проголосовали... Капуста! Капуста! О! Как пахнет! Думаю, надо съесть мороженое! Согласен! Поддерживаю! И каждое лето великан двигал свой дом к москитному озеру, когда начинался сезон москитов! Это была отличная сказка, деда! А теперь я голосую за поспать! И я! Спать? А я хочу играть в крестики-нолики! Прости, деда! Два голоса за поспать и один за крестики-нолики! Сон победил! Что ж! Ладно! Котятки! Я нашел доску для шашек, Но не могу найти сами шашки! Ничего страшного, дедушка! Давай придумаем историю вместо игры! Хорошая идея! Все, что нам нужно, это наше воображение! А история про принцессу Белочку! Которая прячет вещи! Белки всегда все прячут! И как назовем историю? Я знаю! Спрятать не найти! Давным-давно принцесса Белочка готовилась искать орехи со своим поваром Петей! Но кое-что ей надо было спрятать перед уходом! Например, ее любимые соленые огурцы! Не огурцы! Мою корону! И мой драгоценный редкий орех-смешуля! Она переживала, что кто-то может их взять, пока ее не будет! Поэтому она закопала их! Супер! Здесь их точно никто не найдет! Ни за что! Все на борт! Пока-пока, мои друзья! Когда мы вернемся, устроим ореховую вечеринку! А я приготовлю гору ореховой лапши! Да, с соусом из ореха-смешули! Это очень вкусно! После месяца ореховых поисков принцесса Белочка и повар Петя вернулись с огромным и тяжелым мешком орехов! Что вы говорите? Самое время тебе приготовить лучшую в мире ореховую лапшу! С соусом из ореха-смешули! О, точно! Как я могла забыть? Я сейчас вернусь с моим орехом-смешули! О, где мой орех-смешули? Я забыла, где спрятала мои сокровища! Помогите! Принцессе Белочке нужна помощь! Мы будем охотниками за сокровищами! И помочь принцессе Белочке найти орех-смешули! Мяу-мяу, котики, вперед! Мы поможем тебе найти сокровища! Вспомни о том, как ты прятала сокровища! Я спрятала орех-смешулию с короной! А, моя корона! Она нужна мне для вечеринки! Не переживай, принцесса! У нас есть карта! Что? Карта! Она показывает, где мы! Смотри! Мы здесь, рядом с замком! Здесь озеро, здесь мост и пещера! Давайте начнем наши поиски здесь, рядом с озером! Нашли что-нибудь? Фу! Кошмарный запах! Давайте поищем в другом месте, например, рядом с мостом! Что вы нашли? Что-то тяжелое! О, это всего лишь сундук с золотом! Давайте посмотрим в пещере! Где это мы? Найди ореховое дерево на карте! Я его не вижу! Потому что раньше здесь его и не было! Мой орех-смешули превратился в целое дерево! Дай мне лопату! Моя корона! Теперь у тебя куча орехов-смешули! Петя! Это самая смешная гора ореховой лапши! В следующий раз, когда прячу что-то ценное, отметь место на карте! Большим крестом! Хорошая идея! И что ты отметила? Место, где я зарою карту! И с этого момента принцесса Белочка больше никогда и ничего не теряла! Замечательная история! Теперь мы можем поиграть в шашки! Но у нас нет шашек! Нет, есть! Прямо здесь! Где мы их всегда прячем! В целости и сохранности! Почему же вы мне не сказали? Потому что мы любим сочинять с тобой истории! Надо бы записать эту историю, чтобы не забыть! А что если? Во что сегодня поиграем, Котя? Заглянем в коробку! Смотри, Котя! Два билета! Детское! Комедийное представление Кота Корни! Обожаю Кота Корни! Мяу! Я тоже! Мяу-мяу! Котики, вперед! Котя и Катя выпрыгнули из волшебной коробки и побежали с билетами в кошачий колизей. Они с нетерпением ждали представления. Приветствую на комедийном представлении Кота Корни! Ваши места находятся там! Приятного просмотра! Спасибо! Начинайте! Мы хотим видеть Корни! Гензель, успокойся! Нет, он прав! Корни самый лучший! Мы хотим Корни! Ребята, я заглянул за сцену и увидел страшилища! Красного, мохматого, медведя! Да, мы все-таки в лесу! В лесу водятся медведи! С красным мехом? Красных медведей нет! Вот именно! А что, если это не медведь, а чудище? Живокохлюп! А если он перебугает тех, кто здесь работает и представления он пенет? Нет! А если он нападет на Кота Корни? И съест его! А если живокохлюп будет все еще голодным и решит съесть нас? Чудище хочет нас съесть! Спасайся, кто может! Куда вы бежите? Там чудище! Чудище? Стойте, не убегайте! Сохраняйте спокойствие! Вдруг откуда ни возьмись, таинственный незнакомец! Вы напуганы, котята, что случилось? Там в театре чудище! Чудище? Вы его видели? Нет! Один мальчик видел большое, мохнатое существо красного цвета! Мы убежали, чтобы оно нас не съело! Странно! Из театра доносился смех! Хм... Дети обычно не смеются, когда их едят чудище! Значит, наверное, это было не чудище! А кто тогда это красное мохнатое существо? Кто знает! Может, кто-то из взрослых, которые там работают, знает? Да! Например, билетерша на входе! А-а-а! Теперь я поняла! Когда рассказывают что-то страшное, надо не пугаться, а спросить у взрослого, есть ли чего бояться! Спасибо, мам! Эй-эй! Как вы догадались! Ха-ха-ха! Давай попробуем снова, Катя! Но на этот раз мы не будем верить всему, что говорят! Особенно разным страшилкам! Да! А если станет страшно, расскажем взрослым! Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя снова отправились в приключения к коту Корни! Но на этот раз, когда они услышали, что в лесу таится что-то страшное... Ребята, я заглянул за сцену и увидел страшилище! Красного, мохнатого медведя! А что, если это не медведь? Вот именно! Вдруг это чудище! А что, если спросить у кого-нибудь, что это такое? Пока мы зря не перепугались! Хорошая мысль, Катя! Спросим у нее! Извините! Можно задать вам вопрос? Конечно! Какой? Тот мальчик увидел за сценой страшное! И мы немного боимся! Оно большое? Да! Мохнатое? Да! И красное? Да! Не волнуйтесь, ребята! Но что это? Это сюрприз! Обещаю! Он вам понравится! Хорошо! Волноваться не будем! Спасибо! Мы хотим корни! Мы хотим корни! Мы хотим корни! Приветствую, мальчики и девочки! Привет, кот Корни! Как хорошо, что мы спросили про это существо! Да, согласна! Давай еще корни! Мы уже считали сто раз эту историю на ночь! Правда, дедуля? Ну, может, я преувеличиваю? Но давайте придумаем новую! Да! Может, про космос? Про планету? Кальмарию! Где живут космические кальмары? А назовем мы ее? Космический кальмарчик! Жил был на свете космический кальмарчик! В его комнате всегда был полнейший порядок! Место для каждой баночки со слизью и каждой слизи свое место! Однажды папа и мама кальмары пришли к нему и говорят Здесь слишком чисто! Нужно навести беспорядок! Ох, люди! Э, кальмары! Вы чего? Видите ли, на Земле родители просят детей прибрать! Но космические кальмары говорят своим детям обратное! Эта комната просто безупречная! Я разочарована! Надеюсь, к нашему возвращению здесь будет полнейший беспорядок! Ненавижу домашние обязанности! Думаю, так сойдет! Вскоре к планете кальмарии приблизились земляне-астронавты! Командир Чистюля и Командир Пузырик из космической команды по уборке! Я буду Командиром Чистюлей! А я Командиром Пузыриком! Мяу-мяу, котики, вперед! Посмотри, какая планета вонючка! Командир Чистюля! Им нужна наша помощь, Командир Пузырик! Ты прав! Полетели на разведку! Интересно, кто здесь живет, Командир Чистюля? Очевидно, какой-то неряха, Командир Пузырик! Давай ему поможем! Все приберем! Я от этой уборки проголодалась! Давай вернемся на корабль! У меня есть печенье! Главное не накрошить! Космический кальмарчик! Почему здесь до сих пор так прибрано? Тебе лень навести беспорядок? Но я все сделал! Нет, эм... Как же так вышло? Хотелось бы знать, не сама же комната прибралась? Попробуй еще! Чтобы к нашему возвращению здесь было грязно и отвратительно! Хватит! Мои щупальцы устали! Что здесь произошло? Думаю, мы просто обязаны все прибрать! От этой уборки я проголодался! Давай вернемся на корабль и перекусим! Ура! Можно снова помыть руки! Космический кальмарчик! Здесь все просто безупречно! С пола есть можно! Но это не я! Хватит оправдываться! Срочно преврати это место в помойку! Если хорошо постараешься, мы поедем замороженным на тающий метеор! Ох! Что за напасть! Ты кто? Космический кальмарчик! Я здесь живу! Не переживай! Мы поможем тебе прибрать! Снова! Погодите! Перестаньте! А? На планете кальмаре дети наводят беспорядок в своих комнатах! Правда? Мы еще никогда не бывали на такой планете! Прости! Нужно было сначала спросить, как помочь, прежде чем что-то делать! Что ж! Наведем беспорядок! Самый что ни на есть! А когда они наконец навели самый ужасный беспорядок во всей комнатке... А история уже заканчивается! Мы устали! А я думал, дети любят сидеть до постна! Только не мы! Давай будем закругляться! Все как в истории, дедуля! Нужно сначала спросить, прежде чем делать что-то ненужное! А мы уже хотим спать! В общем, родители кальмарчика вернулись и сказали... Какой замечательный беспорядок ты навел со своими друзьями! Теперь можно и за мороженым! Главное, хорошенько обляпаться! Вы чего грустите, котята? У нас не получается поставить голову снеговика на место! Нам не хватает роста! Что же вы будете делать? Займемся чем-нибудь другим! Отличная идея! Нам все равно не закончить снеговика! А давайте придумаем сказку! Хорошо! Про мышонка! Который хотел построить дом! А называться наша сказка будет... Мышонок строитель! Жил-поживал один мышонок, который мечтал построить себе домик! И сыра! Но когда он взялся за строительство, ему постоянно не везло! Ма-ма-ми-як! И это еще ничего! Святой Пармезан! И когда он думал, что хуже быть не может... Ау! За что? Надеюсь, он в порядке! Ему не помешал бы осмотр врача! Эй! Мы можем быть врачами, котя! Отличная идея, Катя! Давай поможем бедняге! Мяу-мяу, котики, вперед! К пациенту! Не бойся! Мы поможем тебе! Доставим тебя в больницу! И ты мигом поправишься! Ну, я должен доделать дом! Смотрите! Доктор Катя, на носилке его! Скорей! А как же сумка? Я возьму! А как же сумка? Я возьму! О, давайте я помогу вам с сумкой! Спасибо! Без тебя мы бы не справились! Погодите-ка! Я понял! Мне тоже нужны помощники! Вы поможете мне построить дом? Конечно! Спасибо, что предложил! Мне уже гораздо лучше! Ха! А держите вот так, чтобы я мог ее забить! Конечно! Работать гораздо проще, когда тебе помогают! Отлично, Котя! Просто держи крепче! Не проблема! Катя, а ты можешь намазать сыр сверху, чтобы склеились кирпичи? Разумеется! Так, котята, отлично! А сейчас передадите мне следующую черепицу! Конечно! Рады помочь! Спасибо вам обоим! Без вас я бы не справился! Отличная сказка, пап! Значит, мышонку всего лишь надо было попросить о помощи? Да, только и всего! А ты можешь помочь нам со снеговиком, пап? С радостью! Нужны глаза и нос! Они здесь! Можешь меня поднять? Разумеется! Отлично, Катя! С тебе руд и шарф! Готово! Замечательно, пап! Да! Спасибо за помощь! И за сказку! Ох, детишки! Я всегда рад помочь! Ха-ха-ха! Теперь моя крепость выше! Ненадолго! Стоп, стоп, стоп! Это нужно, чтобы построить высокую крепость! Ну, а мне нужно, чтобы ничего не разбилось! Мам, если Коте нельзя взять горшок, можно мне? Нет! Вам обязательно абсолютно во всем соревноваться! Да! Хорошо! Посмотрим, кто лучше придумает историю о короле и королеве, которые соревновались абсолютно во всем! Очевидно же! Я выиграю! Нет, я! Что ж, посмотрим! А назовем историю... Высочайшая башня! Ха-ха-ха! Давным-давно жили два дракона, король и королева, которые любили соревноваться абсолютно во всем! Например, кто съест больше морковки? Я выигрываю! Нет, я выигрываю! В общем-то, я и не люблю морковь! Они устраивали соревнования из всего и всегда! Как насчет, кто быстрее бегает задом наперед? Бегали на прошлой неделе! Тогда, кто испечет самый большой пирог? Бегли вчера! Как насчет, кто построит самую высокую башню? Да, моя башня будет выше крон деревьев! А моя будет выше всех гор! Облаков! Неба! Луны! Звезд! Ну, просто! Очень-очень высокая! И я выиграю! Да! Зови королевского архитектора! Королевский архитектор! Построй это! Это шутка, да? Да, эти башни высокие и опасные! Я не буду их строить! Что же нам делать? Ты уволен! Что? Вот увидите! Должен быть архитектор, который мечтает построить самую опасную высокую башню! И мою еще более опасную высокую башню, которая еще выше! Высокие башни – это мое призвание! А башня еще выше – мое! Кош! Это мы еще посмотрим! Мяу-мяу, котики, вперед! Я построю самую высокую башню, Ваше Величество! Прекрасно! А я построю башню, которая еще выше Ваше Величество! Великолепно! Ваше Величество! Мы должны остановиться! Хм, ни за что! Выше! Ну, если вы настаиваете… Настаиваете! Ваше Величество! Выше нельзя! Она сломается! Лупости! Мы должны победить! Если вы настаиваете! О, нет! Наш замок! Какая неожиданность! Это я виновата, милая! Нет, милая, это я виноват! Я хотел победить! Да, но я все равно виновата больше! Нет, нет, я! Нет, я больше! Что нам действительно нужно? Это новый замок! Вроде этого! Нет, вроде этого! Моя идея лучше! Нет, моя куда лучше! Ой, погоди-ка! Ты думаешь о том же, о чем и я? Похоже на то! Ура! Спасибо, котятки! Вы талантливые архитекторы! Когда вы работаете вместе! Хех! Неплохо! Если вы любите большие замки! Все, что нам нужно – скульптуры меня и тебя! Да, мою! Очень большую! Но мою даже больше! Я думаю, нет! Зови королевских скульпторов! Королевские скульпторы! Я думаю, вы придумали просто замечательную историю! А это, похоже, будет лучшей крепостью! С комнатой для каждого! Для каждого? Я иду! Похоже, нам нужна крепость побольше! Гораздо! Смотрите, котята, снег! Ура! Можно слепить снеговика! Да, но для этого еще пока очень мало снега! Значит, слепим, когда его будет больше? Да, но сперва расчистим крыльцо! Вы же не хотите застрять в доме! О, но лепить снеговика веселее, чем расчищать сугробы! А давайте придумаем историю, пока не выпадет побольше снега! Хорошо! Про Суслика! Который застрял в своем доме! Хорошая мысль! И я знаю, как мы ее назовем! Спешим на помощь! Давным-давно в дупле старого дерева жил Суслик по имени Зубик! О, нет! О, нет! Зубику нужна была помощь, потому что что-то было не так с его... Носом! Нет, слабо не! Нет, с телевизором! Он не работает! Кто же поможет мне его починить? Мы можем помочь Зубику! Да! Мы котята-мыстерята! Если мы не починем... Значит, точно все! Мяу-мяу, котики, вперед! Котята-мыстерята! К вашим услугам! Скорее! У меня сломался телевизор, и вот-вот начнется любимая передача! Ну что ж, сейчас посмотрим! Ну прошу, поторопитесь! Ага! Похоже, в телевизор проросла ли она! О, вы его починили! Разумеется! Мы же котята-мыстерята! Обожаю этих уточек! На следующий день котята были заняты в своей мастерской! Котята-мыстерята! Если мы не починим... Скорей! Мой телевизор опять сломался! Зубик! Уже бежим! Скорей, Катя! Похоже, у Зубика снова сломался телевизор! Я думала, мы его починили! Как хорошо, что вы пришли! Я не могу достать свой пульт! Кажется, у тебя проблема с лианами! Наверное, стоит от них избавиться, но я не хочу пропустить любимую передачу! Поторопитесь! Ух ты! Как же быстро они растут! Эх! Кусай, Зубик! Достала! Котя! Я останусь с Зубиком и обрежу эти лианы! Отлично! А я вернусь в мастерскую! Вдруг кому-то еще нужна наша помощь! О-о-о! Какие смешные уточки! Эй! А моя шапка? Едва Котя вернулся в мастерскую, как... Котята-мастерята! Если мы не починим... Котя! Скорей возвращайся! Мы застряли! Кто-нибудь помогите! По помощи! О, нет! О, нет! Катя! Я думал, ты собиралась помочь Зубику обрезать лианы! Я хотела посмотреть на удочек! Хе! Такие они забавные! Да! Но теперь мне совсем не смешно! Эй! Хватит безобразничать! Пора котятам-мастерятам приняться за работу! Катя! Вылезай! Катя-мастеряты работали, не покладая лап, пока не закончили! И с тех пор Зубик всегда сперва обрезал лианы, а только потом шел смотреть свое любимое шоу! За работу, Зубик! А теперь передай-ка мне пульт! Какая классная история! Смотри, сколько снега, мам! Кто хочет слепить снеговика? Мы хотим! Но сперва надо расчистить сукробы! Котята, вы чего так смотрите на холодильник? Мы смотрим не на холодильник, пап! Мы смотрим внутрь него с помощью нашего рентгеновского зрения! Да, мы видим прямо сквозь дверь! Я вижу яйца! И рыбу! И пустой пакет молока! А теперь проверь! Ой, а что это за лужа молока на полу? Я ведь мог поскользнуться! Ее все и так видят! А мы показываем тебе нашу суперсилу в действии! Так вы супергерои? Супер-пупер! А давайте проверим, насколько вы герои! Как? Устроим конкурс! Конкурс? Да, как в суперистории под названием Супер-пупер-герой! Каждый год в Суперлендии супер-студья решал, кто самый супер-пупер-герой в стране! Вы готовы узнать, кто супер? Супер! Тогда объявляю конкурс открытым! Привет, я Ту-ту, и я супер-рада показать вам, насколько я супер! Отлично! Показывает Ту-ту! Там маленький пушистик застрял на дереве! Это очень печально, но я тут пытаюсь выиграть конкурс супер-героев! Ну что, Ту-ту, покажи нам, что ты умеешь! Я могу высоко прыгать! Что ж, это было супер-супер! Или нет? Поприветствуйте, мышонка Мондо! Простите, там пушистик застрял высоко на дереве! Правда? Он хочет получить мой автограф? Нет, он просто хочет спуститься! Что делает тебя супер-героем, мышонок? Мои супер-мышцы! Мини-мышцы, ты хотел сказать? По-твоему, это мини-мышцы? Нет! Стой! Хватит! Прекрати! Я только начал! Опусти меня! Поставь меня! Что ж, это было супер-супер! Или нет? Скорей, Катя! Наша очередь! Да! Мы супер-пупер-герои, в отличие от них! Точно! Мяу-мяу! Котики, вперед! А теперь поприветствуйте рентгеновских котят! Прошу, помогите! Пушистик все еще не может спуститься, ему очень страшно! Прости, но мы должны выиграть конкурс супер-героев! Супер-пупер! Ну, посмотрим, что вы умеете! Мондо, тебе понравился кусок пахучего сыра, который ты съел этим утром! Эй! Наверное, не так сильно, как Туту, понравилось ее арахисовое мороженое! Оно было вкусное! Супер! Ну, и кто станет супер-пупер-героем? Слониха Тату, мышонок Мондо или рентгеновские котята? Эй! Смотрите! Держись, Пушистик! Я тебя спасу! А вот и наш победитель! Но она не прыгает так высоко, как и я! И она не такая сильная, как и я! И у нее нет нашего супер-зрения! Настоящего супер-героя отличает не его супер-сила, а как он использует ее, чтобы помогать другим! О-о-о! Нужно убрать молоко, чтобы никто не поскользнулся! Так поступают настоящие супер-герои! Мои герои! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова